Северский район принял гостей из законодательного собрания края. Члены комитета по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями совместно с руководством муниципалитета осмотрели спортивные и молодежные объекты. В поселке Афивский посетили спортивную школу номер один. Территорию футбольного поля район получил от известного местного бизнесмена Андрея Андреева. Здесь дополнительно установили тренерскую раздевалки. Стал муниципальным и универсальный спортивный комплекс. Для спортсменов здесь созданы комфортные условия. Просторные залы для игр с мячом, залы для единоборств и прыжков на батуте. Председатель комитета Александр Поголов отметил необходимость развивать в районе самбо – вид спорта, ставший в нашей стране национальным. Нужно создавать места для занятий самбо и приглашать на работу молодых тренеров из других районов. «Мы занимаемся этим вопросом, что даже если ребята будут с другой территории приезжать, чтобы за краевой счет покупать квартиры. То есть, настолько сегодня острый этот вопрос». Делегация осмотрела здание спортивной школы номер два в Ильском. Открытие комплекса после капитального ремонта состоялось в 2020 году. На площади более чем 3000 квадратных метров обустроены не только спортивные залы, но и места для проживания приезжих спортсменов – столовая и медицинский блок. Спортивную школу продолжают развивать. Добавят новые номера для проживания, что позволит принять больше атлетов, проводить крупные соревнования и сборы. Особая гордость школы – музей имени Михаила Амельченко, уроженца Северской, заслуженного тренера СССР по волейболу. Он умер в 2020 году. Семья тренера передала все награды спортивной школе. В музее юные спортсмены могут увидеть и поддержать даже олимпийскую медаль. В следующем году спортивную школу номер два переименуют в честь нашего земляка. Посетили универсальный спортивный комплекс «Юность». Его открытие стало настоящим подарком для эльчан. Следующий шаг – строительство качественного и современного стадиона с футбольным полем, вместительными трибунами и площадками для уличных видов спорта. Реализация такого проекта возможна при финансовой помощи края. Рабочий выезд продолжили в станице Северской. Парламентарии посетили молодежный центр «Этаж» и пообщались с работниками управления по молодежной политике. Членам комитета провели экскурсию по центру и рассказали о реализуемых проектах. Наша молодежь активно участвует в патриотическом и волонтерском движениях, выигрывает в различных конкурсах. Оценили гости и настольные игры. Осмотрели стадион «Олимп». На нем проводят занятия по футболу, баскетболу, пляжному волейболу, легкой атлетике и гимнастике. В вечернее время здесь собирается много жителей районного центра, ведущих здоровый образ жизни. В завершении проверили участок для строительства центра единоборств по улице Энгельса. Участники выезда обсудили его итоги в районной администрации. Редактор субтитров А.Семкин